приветствую вас на нашем канале про пчеловодство меня зовут пашка и сегодняшняя тема видео как обычно интересное сегодня мы поговорим про ранний расплод принципе в чем смотрите друзья многие пчеловоды на сегодняшний день очень сильно комплексует под это и по поводу что у них нет расплода честно говоря я эти пчеловоды даже не представляют какой не обделанный бриллиант лежит у них в кармане да но я сейчас смотрю на те пасеки у которых есть уже по 5 рамок расплода на тот кусок металла да хорошо обработанный языком и получается хотят ну давай мы поменяем я тебе отдам свой бриллиант который не имеет цены а ты мне дашь кусок того камня который имеет цены 3 копейки зачем так делается я не знаю но к с одной стороны я знаю потому что есть сейчас большая реклама много пакетных пасек представлена в интернете в ю тубе и получается что ясно же что нужно как-то свои минуса при поставь преподнести как плюс а сейчас конечно может быть немного поставили дизлайков но поймите правильно я сейчас вещаю от именно про медового направления пасек насколько оправдана расплод вообще медовых на медовых пасеках я честно говорю что чем позже расплод тем намного лучше если мы возьмем к примеру две одинаковые семьи и поставим и да в одной семье будет например расплод ранний а в другой семье на сегодняшний день будет расплодать чуть-чуть какая семья будет намного лучше конечно же я лично отдам предпочтение семье в которой расплод будет намного позже почему так друзья а сейчас я вам попытаюсь это объяснить когда мы зимуем то семья которая имеет очень мало расплода или вообще его не имеет зимует намного лучше почему потому что она употребляет намного меньше корма она употребляет намного меньше соответственно но и корма и меда и получается что намного больше от этого меда и корма остается на весну это имеется ввиду что для развития пчел весной остается очень много корма мы например оставляем корпус 24 30 килограмм меда дал кто получается что такая семья которая не имеет расплода зимой вплоть до сегодняшнего дня ну как я имею ввиду что если чуть-чуть расплода тоже не считается то получается они могут употребить за зиму где-то 10 килограмм даже 8 разница между зимовкой пчел которые зимуют помещении по употреблению меда будет незначительно напоминаю что пчелы которые зимуют помещении седают 4 6 килограмм меда а пчелы которые будут зимовать на улице и не будут иметь расплода будете дать немножко больше потому что у них будут определенные раздражительные факторы это имеется в виду перепады температуры птички которые будут их тревожит это вы сами понимаете что это влечет за собой употребление меда семья большая которая будет перед новым годом или после нового года нагонять расплод смотрите друзья получается такая ситуация что пчелы которые будут нагонять расплод расплод они будут употреблять намного больше меда для чего для того чтобы во первых прокормить расплоды чтобы поддержать температуру в гнезде соответственно они будут есть очень много меда и у них головая нагрузка может быть очень большая они могут просто опоноситься не выдержать получается до конца зимы даже если они не опоносятся то получается что в конце зимовки это где-то февраль месяц вы можете принципе обнаружить то что эта семья уже доходит до задней стенки или погибла если вы не успели посмотреть вовремя или принципе вы видите что они находятся возле стенки и что он делаете правильно начинаете ложить им рамки пакеты с медом и потом чухаете репу и думаете блин вот эта семья сожрала за зиму около 30 килограмм меда на фига нам не нужно да и получается что опять же проблемы не закончатся потому что сила семьи будет такая знаете очень возможно внушительно с одной стороны мы можем сейчас знаете как бы предугадать историю дальше с ними понимаете проблема в том что если весной пчелы точнее в семье не будет меда достаточно да и сила семьи будет очень большая и семья будет лежать в проволоть а сырость улье будет повышена влажность потому что многие пчеловоды ложат клеенку специально для того чтобы поднять влажность для вскармливания расплота то получается друзья такая ситуация что в эти в этой семье она будет дать действительно листи большая может проявиться такие болезни как аскофероз и гнильцовые болезни я не имею ввиду американский европейский гнилиц но я имею ввиду что будут определенные болезни которые будут опять же усложнять нам жизнь так если меда пчеловод доложил ну достаточно имеется ввиду чтобы пчеловод еще подкармливал эту семью то эта семья принципе дойдет до весны нормально без болезней но еще перед зацветанием садов от эта семья вполне возможно могут зайти в роевое состояние но и опять же не забывайте что если вы будете вот эту семью ввести подкармливать это опять же минус да даже в сахаре в меде нет разницы вы подкармливаете семью она гонит дальше расплота вы ее так ведете то получается я же говорю что она зайдет в роевое состояние забирать рамки медовые с этой семьи которая например не не гнала расплод и ставить ту семью я вам принципе даю гарантию а потом вы как посмотрите почухайте дальше голову там затылок и сказать и так нужно эту маточку задушить и принципе поменять да еще что вы роение может быть это вы тоже не забывайте нужно пчеловод когда смотрит на очень большую семью он потом хопаем меда наемся а потом раз приходит блина эта семья или сраилась улетела или он сам уже как бы увидел что зашли в роевое состояние поделил ее с одной стороны он такой блин суперовая семья самая лучшая видите она в пока дошла до наших медосборов дата получается она сожрала кучу меда и получается зашла даже в роевое состояние могла принципе улететь такая вот друзья ситуация то я вам сразу говорю что пчелы которые не гонят расплод намного лучше в нашей местности чем пчелы которые гонят расплод в основном больше половины меда которую вы оставляли в зиму он остался и получается что пчелы вас сейчас не имеют расплода такой знаете такое состояние принципе на душе пчеловода очень тяжело потому что он считает что у него плохие пчелы а пчелы сейчас ждут приноса нектара приноса пыльцы чтобы начинать бурно развиваться дальше что происходит дальше друзья теплые дни апрельские принос хороший нектара пойдет да потому что начнут раз зацветать разные культуры и получается будет принос пыльцы соответственно есть мед в гнезде что это будет матка буквально там за несколько дней будет развивать она будет просто развиваться бурно очень быстро наращивать яйцекладку матка разрастется на дрожжах и принципе вы увидите как быстренько пчелы нарастятся нормальная семья лучше когда вот этих 8 рамок употребят за зиму 8 10 килограмм меда а потом когда настанет весна будет принос пыльцы они вот этих я же говорю 8 10 килограмм 14 15 килограмм которых вы ним оставили в зиму и они не съели их они переложат в расплод быстро нарастятся из хорошей качественной пчелой пойдут дальше по сезону и вообще в шоке был когда человек в марте месяце ставила рамки вощины и пчелы и тянули вы представьте себе когда он начинал их кормить да а если у них не кормил а вот пчелы сами так развинули такую силу то таких пчел я у себя на пасеке не то что не хочу видеть я бы таких маток сразу бы душил бы пи сразу выбрасывал это не нужно это мусор друзья если он не наращивал пчел с сиропом и они сами до этого и поры нарастились а так что им нужно ставить вощину это уже не пчел да ему возможно возможно что их можно постоянно куплять пакетами ну на пасеке чтобы они зимовали то они блин они же сошел 30 килограмм меда соберут 50 килограмм из этих 50 36 сажут и принципе что мне 20 килограмм меда останется это я думаю неправильно ну конечно друзья я шучу но поймите правильно что на данное время чем меньше расплода тем лучше матки и только принос нектара ником принос пыльцы матки сразу начнут рассеиваться и принципе у них все будет хорошо будут работать запомните на пасеках медового направления намного лучше когда расплод намного позже если вы занимаетесь ясно что пакетом и вывода маток то там совсем по-другому там нужно стимулировать потягивать утеплять слаживать все это делать для того чтобы ясно чтобы пчелы намного быстрее разгонялись а потому что я же повторюсь а что вы чем раньше будете продавать пакеты тем больше у вас покупателей тем больше возможность что вы сможете продать вот эти пакеты и опять же продать немножко дороже чем все ваши конкуренты ну что же друзья на этом хочу закончить всем всего на лучшего всем пока